Уставшие, но счастливые, с надеждой на лучшее будущее. В Харьков вернулись бойцы многострадального 22-го батальона. Среди них и Артем. Парень пробыл в зоне АТО 7 месяцев. Выглядит, было сложно, но... Сейчас чуть получше, чем было. Бойцы признаются. Заметили, что после возвращения у друзей и родственников изменилось к ним отношение. Положительную сторону. Это респект, будем говорить. 22-й батальон был сформирован в мае. Изначально в его задачи входила территориальная оборона города, но после их отправили на блокпосты в Луганскую область. За все время несения службы батальон потерял два бойца. Один из них покончил жизнь самоубийством, второй умер в больнице от полученных ранений. В батальоне наименьшие потери в секторе. У меня 2,02, 15,03 и трое травмировано. Один пропавший без. Было трое. Двое из них нашлись в плену, были обменены. Остался один пропавший без власти. Будем надеяться, что он тоже где-то найдется в плену и вернется домой живой и здоровой. Несмотря на прошедшие трудности, все бойцы в приподнятом настроении. Приехали же домой. Поприветствовать героев на Площадь Свободы пришли сотни людей. Друзья, родственники бойцов и просто харьковчане. Мы пришли встречать солдат, которые служили за нашу страну, родину. Мы хотим их увидеть, поблагодарить, вручить цветы. Ну, конечно, они должны быть рады, что мы их поддерживаем. В любом случае, должно быть приятно, однозначно. С лиц бойцов не сходят улыбки. Поясняют, такая встреча доказывают, что воюют они не зря. Безусловно, это тот самый радостный мотив, ради которого мы были там. Спасибо харьковчанам, спасибо волонтерам. В Харькове ребята проводят один-два месяца. После их вновь отправят в зону АТО. Завтра опять начинается служба. Боевые и трудовые будни. Бойцам обещают, что к новым боевым будням они приступят уже с лучшим обмундированием техника и транспорта. Но уже в составе 92-й механизированной бригады, в подчинение которой их переводят. Ольга Калиниченко, Андрей Старожук, 057UA.